Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарев и наживая колонка Knife News. У Даниила Изотова увидел шикарнейший айкутти. Потрясающая абсолютно японская работа. Клин из 9ХС. Это довольно простая, но очень специфическая столюка, из которой, на удивление, получаются классные японские клины. Потому что она очень круто калится на этот самый настоящий японский крутой хамон. Клевая слесарка, клевый потрясающий клин. Весь прибор изготовлен из дерева магнолия, и это все еще имеет покрытие эпоксидной эмалью, плюс серебро, плюс медь, плюс всякие гравировки, резьба по дереву, литье фигурное по металлу и т.д. и т.п. и прейдра. Даже шнуровка потрясающе в японском стиле сделанная. Размер ничего себе все-таки. Клин 305 мм. И в итоге получается, что весь предмет 450, а в ножнах 460-470. Там реально допуски очень небольшие. Вообще, у него очень интересный аккаунт, и действительно очень много интересных, красивых, действительно очень круто сделанных работ. Обязательно подпишись на его инстаграм, и, ну как и я, зайди, пооблизывайся несколько часов на те шикарные вещи, которые он там делает. Конкретно этот айкуте мне зашел очень-очень-очень-очень. Но вы помните, о чем я. Есть такой интересный зарубежный мастер Дэвид Шарп. В 2013 году он на выставке Блэйд Шоу в Атланте получил премию, насколько помню, что-то новый дизайнер года. Прошло уже 7 лет, и вдруг я натыкаюсь в интернетах на вот этот замечательный нож его работы. Смотрю, действительно круто сделанный предмет. Микартовая рукоять с крупным плетением. Вот такой серый клин с двумя интересными усами, и думаю, блин, там, наверное, миллиметров 5 толщины, и совершенно такая, ну, тесак. Крутейшая вещь. Начинаю гуглить, где продается, где что было по этой фотке. Оказывается, ценник 595 долларов. И какие-то странные письмена. То ли он уже был в продаже, то ли он ожидается в продаже. Но главный прикол не в этом. Главный прикол в том, что клинок здесь 2,5 дюйма. Оказывается, я-то думал, это 30-сантиметровая такая штуковина, прям вот боуи как боуи. А оказывается, это 6-сантиметровый клиночек и, видимо, трехпальцевая рукоять. Но при всем при этом 600 долларов. И в описании написано в графе сталь клинка неизвестно. Ну, то ли там метеоритное железо какое-то, то ли просто какая-то дюралевая пластинка. Не знаю. Но красивый, интересный, классный нож, который в большом размере мне бы зашел вот более чем. Причем меня очень прикололи еще и ножны. Вот такой лопух из толстой, мощной, буйволиной кожи. Такого натурального, растительного цвета. Ну, прям супер. Вот пока я не посмотрел размеры, короче говоря, я был в этот нож влюблен. Теперь я влюблен в идею когда-нибудь сделать его большим. Если вы имеете какой-нибудь небольшой ножичек, но он вам нравится гораздо больше, чем любой большой, пишите в комментариях, на какие небольшие ножи имеет смысл обратить мне. От малого к большому Стив наш все Райан. Ну, вот такой наркоман в хорошем смысле на живого мира. Человек, который славен своими дурными дизайнами, которые восхищают раз за разом, сделал вот эту штуковину. Даже в российском законодательстве отдельно прописано про ножи, у которых клинок больше, чем рукоять. Складной нож, у которого клин больше, чем рукоять, и складывается так, что кусок клина висит из этой рукояти, отдельной строкой прописан у нас в ГОСТах. Это чудовище сделало вот эту чудовищу. Титановая, насколько я понимаю, рукоять. Огромнейший клин, вот такие вогнутые спуски, травление под кику Мацуда. Ну, все вот эти брызги почему-то я называю Мацуда, но потому что первый раз я увидел это у него. Но потрясающая механика, несмотря на то, что здесь уже использован спайдер-холл, круглый глаз уже теперь сверлит кто ни попадет. И, если честно, мне весьма нравится то, что здесь использован внешний штифт. Вы видите, что вокруг осевого, вот на переднем торце рукояти, есть такая борозда, в которой этот штифт ходит. Именно этот штифт обеспечивает и нижнее положение, и верхнее положение клинка, стопорит его и помогает работать фрейму в том моменте, где он должен работать. Конечно же, такой нож требует или откидного чехольчика, или кайдексовой кобуры. Конечно, у Райана такая есть. Сколько чудовище стоит, в каком количестве произведено, я не знаю. Но ссылка, конечно же, на него будет под этим видео. И если вам уж захотелось выяснить, что почем, то пишите ему сразу в инстаграмовый директ. Насколько я понимаю, в переписке он уж вам точно не откажет. Прикольные дизайны. Не могу сказать, что хорошие, но выдающиеся, там, скажем, выступающие из общих остальных линеек. Это уж точно. Друг Ножиман, не забывай подписываться на мой канал, жать клавишу подписаться и обязательно колокольчик. Только в этом случае у тебя будут оповещения о всех моих свежих видео. И, конечно, подписывайся на меня в соцсетях. Instagram.com.brutalica. Лучший инстаграм, который делаю именно я. Там новые объявления, там интересные новинки, там отсылки на нашу группу ВКонтакте, там хороший, качественный ножевой контент. Обязательно подпишись. Instagram.com.brutalica. И не забывай отмечать меня в своих сторис, если ты что-то у меня приобрел. Тогда я тебя обязательно репостну к себе в аккаунт в сторис, и ты получишь новых подписчиков. Instagram.com.brutalica. Позняков Павел из Беларуси. Кстати, приобретатель Бадюк Танто. Тоже, между прочим, для меня был звоночек, что нож удался. А если уж Пашек 79 себе захотел Танто, то значит все в порядке. Так вот, он сделал не так давно вот этого небольшого насекомого. К сожалению, я не помню, как его зовут, но у него все там то оса, то комарик, то вот это еще кто-то из насекомых. Маленький, аккуратный кастом. Как в большинстве его ножей, это тяжелый порошок. Это 125-й на клинке. Высокие спуски, стоунвошенный клин, длинный дол с отверстием и, конечно, титановая рукоять на фрейме. Плюс ко всему, фрейм поддерживает шайба Хиндера. Это кайфово, это бережет фрейм от перегибания. Получается, что у этого ножа есть еще темлячное отверстие и фрезерованная клипса. Все прямо в пимпочку. По большому счету, у Пашика не бывает плохих ножей. Если там, я не знаю, в 2008 можно было цепануться там за какие-то нити-линии, то последние 5-7 лет реально докопаться не до чего. Очень крутой мастер, но, насколько я понимаю, большие серии, да и небольшие серии он не делает. Постоянно пишется кастом, а в моем понимании кастом это одна штука на весь мир. Сколько стоит, где приобресть, не знаю. Все будет по ссылке под этим видео. Захотите, напишите ему сами. Вы помните, у Моры был замечательный нож, который плавал? Оранжевая пробковая Мора, флоутинг она называлась, и у нее было сериаторное лезвие без остря. Как же меня это бесило. Миллион, миллион покупателей меня постоянно спрашивают, а есть у вас плавающие ножи? Особенно людей накрывает, когда начинается лето, и всем хочется стать рыбаками с плавающим ножом. Я говорю, да, есть, и все говорят, а нам бы ровный и с острым. Ну и, наконец, в этом году мы дождались. Теперь он зеленый. Он в зеленых пластиковых ножнах, он опять с той самой пробковой рукояти, и он плейн, наконец-то, это клинок от Бэйсика, который вставили в пробковую рукоять. У всяких жуликов он уже появился в продаже, до 2000 рублей. Надеюсь, у официальных дилеров он будет стоить ровно тех же денег. И потихоньку, вот через месяц-полтора, а то и через несколько недель, залезет нормально на все прилавки Российской Федерации. Потому что весна на носу, рыбалка на носу, и вопросами нас будут задалбывать дальше все, кому не лень. Повторюсь, зеленый, пробковый, плейновый. Наконец-то мы его видим. Бруталика Найвс должна была отвезти на ИВА-2020 новинку, белку Фикс. Но ИВА отложилась, поэтому ждем просто в продаже. Не знаем, отменится или нет клинок, но в продажу мы его точно через пару недель получим. Это будет АУС-8 сталь. Это будут размеры обычной складной белки. Это будет интереснейший кайдекс с подвесом и с вот таким классным отверстием, через которое будет видно тот самый орех со знаком качества белка. По цене, к сожалению, сказать не могу. Сейчас дурдом с ценами творится. Наверное, назову, ну, примерную цену в долларах. 60-65. А дальше уже умножайте на тот курс, при котором вы смотрите это замечательное видео. Надеюсь, что у нас получится дать нормальный продольный сатин, спуски от обуха, как всегда. Это будет полностью скелетник, никаких накладок не предусмотрено. И на рукоятке будет вот этот цветной орех и рыжая белка. Все так же, как всегда, с белкой в передних лапках. Такая филиппинская белка, у которой в каждой лапке еще и по белке. Она вполне должна владеть этими самыми ножами. Подвес у него будет неподвижный. Такой полужесткий, так называется, подвес. И, скорее всего, на съемном винте или винту. Не знаю, как правильно. Откручиваться, короче говоря, будет этот самый подвес. И просто кайдексовый чехольчик можно будет плоско, тоненько бросить в сумку, во внутренний карман, просто в карман. Или все-таки оставить на поясе в подвесе. Как это будет выглядеть, как это будет работать, узнаем через пару недель. Очень жду сам. Белка Фикс уже на подходе. Дополнения у нас сегодня будут следующие. Стилвилл выпускает очередной нож. Во все дополнения можно каждые новости просто ставить. Стилвилл новый нож. Они же как из пулемета их жарят. Теперь этот нож называется так. Это будет Авиор. У него будет керамический подшипник. И МСРП на весь мир у него будет 65 долларов. Кстати, или евро, я не знаю. Короче говоря, умножайте на 65 все те курсы, которые вы видите. Керамический подшипник, не знаю, впервые или нет они используют, но это приятно. Д2 на клинке и Ж10, как всегда, на рукояти. Посмотрим, докатятся ли до России. Черно-красный они тоже делают. Но, как мы помним, что Шаула, что Саргас, что остальные ножи, черно-красные вымываются за ближайшие два дня. Надеюсь, в этот раз до России черно-красных доедет в меняемое количество. Организаторы выставки Клинок сказали на сегодняшний день, на день съемок этого ньюза, что Клинок будет, не отменяется. Всем дадут маски, всем дадут какой-то там гель для умывания рук, но всех ждут на Клинке. Очень надеемся, что это все так и будет. Но следите за нами в соцсетях, следите за ними в соцсетях, потому что мы все накануне гроздиозного шухера. Возможно, Клинок все-таки пошатнется. Ну и главное и самое страшное. Уже в субботу, воскресенье и уже 100% в понедельник по всей стране, во всех ножевых магазинах очень крепко вырастут все розничные цены на все ножи. На Бруталику, на Пинель, на Марсер, на Спайдерка, на Колстил, на Кершо, на все абсолютно ножи крепко вырастут цены. Поэтому, если вы смотрите это видео прямо тогда, когда оно выходит, у вас есть день-полтора, чтобы успеть что-то купить по старым ценам. Никого не пугаю, никого не подгоняю, просто предупредил. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал нож Бадюк Танта. Лимитка синенькая. Это один из последних ножей. Именно этих лимитных синих с серым клинком с подписью Сергея Николаевича было всего 400 штук. И сейчас их осталось, ну, наверное, в свободной продаже штук 30. У меня осталось 5. На следующей неделе мне обещали привезти еще штук 15. И на этом все. Если вы хотели действительно синий, вот такой, лимитированный, с отдельной бусиной, со всеми бонусами, то обязательно заказывай сейчас по ссылке под этим видео. Пока еще по старой цене.